привет друзья спасибо что смотрите приветствую всех новых подписчиков в этом видео я покажу вам пластиковые банкноты довольно красивые если тема это интересно продолжайте смотреть большое спасибо за вашу активность в разделе сообщества всегда просматриваю комментарии отвечая на ваши вопросы также подписывайтесь на наш инстаграм там всегда свежие фото и новости про редкие монеты ссылочка будет в описании на данный момент в украине нет пластиковых гривен я снимал вот на эту тему олег у нас есть две банкноты юбилейный давайте посмотрим небольшое включение тут використаны ну все сучасные захисные элементы який використовывается на банкнотах высокого номиналу и мы хотели показать все можливости нашего банкнотно монетного двору я уже говорили с використанием и национального материалу льону який добавлены сюда банкнота значно микснейшая ниж попередняя банкнота плюс захисные элементы який використане в цей банкноте и визуальные элементы спарки так уж на цей банкноте присутки думаю в ближайшее время пластиковых банкнот у нас не будет будут используются вот такие вот элементы спарк как только что мы смотрели в презентации давайте перейдем уже к пластиковым банкнотам полимерная банкнота 5 руфий мальдивы 2017 года выпуска кому-то покажется очень красивый ну для меня она все-таки серая на лицевой стороне видим футболиста сейчас тема футбола как раз актуальна так как проходит чемпионат мира по футболу футболист это али ашфак на заднем фоне музыканты и танцоры наверняка танцуют какой-то национальный танец и за ними мы видим рыбу на оборотной стороне мы видим ракушку или ракушку так и так правильно говорить обозначение номинала вот смотрите как интересного плата и тактильное обозначение данного номинала ну что же давайте перейдем к следующей банкноте очень ярко и красиво это 10 динаров республика македония мы видим фрагмент напольной мозаики из города стоби вот такой прикольный элемент дизайна есть мне визуально очень нравится давайте посмотрим сейчас обратную сторону увидим номинал и статуэтку богини и зиды из ахрида это третий век до нашей эры кстати недавно республика македония подписала документы по переименованию страны сейчас покажу фрагмент министр иностранных дел греции македонии не каскадзиас и никола димитров подписали соглашение в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в республику северная македония церемония прошла в греческой деревушке сарадос напомним афина не устраивала название республика македония поскольку она созвучно с названием греческой области македония ну как я понял наверное если созвучно то они могут претендовать на эту область ну я думаю те кто в теме те напишут комментарий что думают по этому поводу следующий банкнот не совсем такого коллекционного состояния это один лей из румынии честно скажу я ее лично раздобыл когда был в этой стране и и мне не запомнились именно тем что это были первые пластиковые деньги которые я увидел вот несколько кадров вам покажу как это было если интересно чтобы я добавлял какие-то вставки с личных поездок и как связаны как раз вот с деньгами национальными валютами напишите я обязательно буду делать какие-то ролики на эту тему на версии видим никола йорга это румынский историк политик писатель и премьер-министр народного образования на версии мы видим православный собор усыпальница румынских королей эти все банкноты являются обиходными чем не юбилейными вот эти две которые вам сейчас покажу они являются юбилейными ограниченным тиражом тираж у этой банкноты 20 миллионов штук здесь она сама по себе бумажная но вот есть вот такая вставка из пластика довольно интересный и дизайн в целом банкноты мне очень нравится красивый и интересный на аверсе и лицевой стране мы видим сноубордиста на фоне олимпийских объектов в сочи а на обратной стороне на реверсе мы видим олимпийский стадион и жар птицы также видим номиналы 100 рублей к этому событию в украине приворочена монета 2 гривны зимние олимпийские игры в сочи 2014 года олимпийское движение в украине координируется национальным олимпийским комитетом основанным 1990 году 22 декабря история олимпийского движения украины началась 1952 года когда наши спортсмены в составе сборной команды советского союза приняли участие в олимпийских играх в хельсинки финальные банкноты этого обзора 100 рублей посвященные чемпионату мира по футболу фифа 2018 верхней части банкноты расположено прозрачное окно с голографическим элементом основное изображение лицевой стороны это мальчик с футбольным мячом в руке и вратарь в прыжке за мячом основное изображение оборотной стороны футбольный мяч как символ земного шара и футбольные болельщики в нижней части правой лицевой стороны банкнота расположен qr-код содержащий ссылку на страницу сайта с описанием защитных признаков этой банкноты центробанк даже выпустил ролик показывающий про защитные элементы этой банкноты при покачивании банкноты футбольный мяч и цветные полосы плавно меняют цвет силуэт футболиста в прозрачном окне при наклоне виден в виде темного или светлого изображения число 2018 обладает цветопеременным эффектом при рассматривании на просвет число 2018 выглядит светлом на темном фоне целом скажу что мне нравятся пластиковые деньги это интересно удобно нелегкие очень необычные на ощупь конечно когда держишь в руках бумажные деньги ты ощущаешь их по своему до пластиковые еще тут нет такого знаете ощущение что задержишь деньги что-то необычное между пластиковой карточкой или настоящими деньгами напишите в комментариях какая банкнота вам понравилась больше всего какими деньгами вы бы хотели пользоваться бумажными пластиковыми металлическими или возможно платить вашим смартфоном если вам понравился этот ролик поделитесь пожалуйста им социальных сетях я буду вам очень благодарен подписывайтесь всем пока пока пока